Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Ново. Мужской волейбольный клуб из Новокубышевска. Свою историю ведет с 1993 года. 10 лет назывался «Октан». Начинал в Суперлиге, потом играл выше. И последние несколько лет вновь радует своих болельщиков в элитном дивизионе чемпионата страны. Как складывается нынешний сезон для новой, мастеру спорта расскажут доигровщик Дмитрий Макаренко и старший тренер команды Александр Горбатков. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! С чего начинался сезон? Первые впечатления первой игры? Сезон начался у нас, в принципе, удачно. Мы подвели команду, мы раньше всех начали сборы, подвели команду, в принципе, к началу сезона в общей хорошей форме. И хороших, сильных соперников мы покусали немножко, скажем так. Мы Белград обыграли, Динамо здесь немного побили. Так что в начале сезона мы выглядели очень серьезно. Ну, я соглашусь с тренером, как бы, да, на сборах провелась хорошая работа, плодотворная. И я думаю, что начало сезона показал, что мы готовы биться даже с такими соперниками, как Белград, Динамо. Как собирали команду в межсезонье? Или остались те же игроки из прошлого? Ну, у нас основной костяк, скажем так, остался с прошлого года. Он всегда должен быть в любой команде, к которому попробовали, собрали людей, чтобы они приросли, чтобы это был механизм такой достойный. Как вы находите общий язык? Расскажите вот такую кухню, так скажем, вашего клуба. Ну, мы с игроками находимся практически 24 часа в сутки. И тренировки двухразовые, и на выездах постоянно живем. Поэтому это как вторая наша семья, скажем так, и друг друга понимаем с полуслова. Конечно, да, бывают эмоции, бывает иногда злимся друг на друга, но это работа. И за пределами мы находим общий язык. Как вы вообще оцениваете сезон? Именно тренерский штаб как отработал? Что получилось сделать с командой? И что можно ждать в следующем сезоне от команды? Вы знаете, в принципе, получилось очень много заготовок, которые задумок мы планировали. Но смогли ли использовать их игроки? Потому что уровень этих игроков, может быть, иногда не может, не дает использовать вот эти вот моменты, которые мы хотели бы видеть. Потому что этим игрокам некоторым еще нужен год, два, три, чтобы дойти до модели вот этой команды и играть потом на ранах уже с Динамо, с московским, с казанскими нашими ребятами. Ну, стараемся и идем пока по этому пути. Ну, действительно, есть клубы, которые набирают, покупают элитных игроков и уже делать ничего не нужно. Вот политика вашего клуба какая? Ну, политика наша. У нас не политика. У нас, наверное, скажем так, возможности. В каждом городе, в каждом клубе есть свои возможности. У кого-то они больше, у кого-то меньше. Самое простое – пойти купить игроков, набрать, поставить шестерку, и она, в принципе, можно не тренировать их. Она сама будет играть за тебя. Более сложнее уже из средних игроков сделать такой мобильный такой вот костяк и машину, чтобы она смогла уже пробиваться дальше. Ну, вот это вот на нас похоже где-то, на клубного. Из той же Москвы, да, приехать в маленький городок, где буквально там несколько, по-моему, да, десятков? А это все легко? Перестановка, скажем так, не особо большая. Постоянно в движении, большой мегаполис, а здесь как бы в основном сконцентрируешься на работе, на то, чем ты занимаешься. И, скажем так, не отвлекаешься на какие-то внешние факторы. Скажем так, их нету в этом городе, поэтому полностью погружен в работу. И ты плюс? Ну, конечно, плюс. Скажем так, на каждую игру, на каждую тренировку настраиваешься по-другому. У них времени нет для того, чтобы подумать, где они находятся. У них дорога, дом, спортзал. Поэтому тут проблемы нет. Ну, вот, наверное, в середине сезона или около этого было принято решение, что играть будете не в Новокубышевске, а в МТЛ-арене. Вот как это повлияло вообще на результативность команды? Ну, вы знаете, скажем так, первый матч с Самотлором мы играли, да? С Нижневартовском первый матч. Если бы мы играли, это наше мнение уже и штаба тренерского, здесь, в Новокубышевске, мы бы их, наверное, все-таки обыграли. Потому что вот именно первый был. Чуть неудобство было. Там все-таки не настроен свет на тот лад, который должен был быть. Вот это все организация во время наших тренировок, вот этих вот опробований была. И оно немного сбило команду. Вот тут вот нам не хватило. Нам не хватило дисциплины, четкости и вот этой вот мобильности, которая обычно уже вся есть. Ну, ваши впечатления. Ну, я соглашусь с тренером, да, потому что ты тренируешься в одном зале, играешь в другом, отпечаток все равно какой-то накладывает. В октане уже все стены, все потолки, все свои точки, знаешь, в тот или иной момент. И все равно ощущение как бы другое. Поэтому надо к залу привыкать. Ну и, наверное, сказалось небольшая неуверенность. То есть габариты, так скажем, потеряли, да? Ну да, немножко, да, скажем так, есть такой момент. В следующем сезоне будете уже в МТЛ-арене весь сезон играть или все-таки какое решение принимает руководство клуба? Это прерогатива руководства, скажем, директора. Ну ничего не слышно? На сегодняшний. Ну, на 90% пока предварительно решено в МТЛ-арене, но когда документ будет подписан, тогда об этом можно будет 100% говорить. Последняя игра, что можно о ней рассказать, интересно? Проиграли. Результат неудовлетворительный, конечно, для нас. Не знаю, в чем причина. Настраивались на эту игру очень хорошо, поработали. И победа дала бы нам уже 100% шанс выйти в плей-офф. На ту задачу, которую нам поставили, но, к сожалению, не сложилось. Объясню тому, что... Но из каждой игры все равно делаются какие-то выводы. Проиграли, выиграли. Какой вывод? Ну, это уже, наверное, тренера разбирают после игры спокойно уже, когда посмотрели, где совершили, какие ошибки, чего нам не хватает в тот или иной момент. Где-то, может, злости, где-то напора. Я думаю, что тренерам стороны, так как они смотрят и разбирают потом эту игру, я думаю, что им более наглядно это показано. А они потом, наверное, до нас и доносят какие-то моменты. Ну, скажем так, это наше утвердительное предложение, что не все настроились на эту битву. Не все. Да, было полкоманды, были настроены, но половины не хватает. Если ты идешь на бой, который нужно выиграть, надо полностью, чтобы это была мобилизация. Некоторые игроки выпали из этой схемы, и поэтому нам просто не хватило сил. Тем более, это идет уже концовка чемпионата, это домашний тур у Сургута был, у них и болельщики, и стены помогали. Нам надо было это преодолеть, не смогли сделать этот шаг. Будем сейчас ждать следующего нашего соперника. Как вообще идет подготовка? То есть просмотры там матча, и что вообще делается в команде перед этой игрой? Потому что, как я понял, каждая игра сейчас на вес золота. Ну, подготовка идет, вы знаете, есть определенная схема. Определенная схема. У нас есть режим, цикл недельный по тренировочному процессу. Полностью идет информация по видео, разбор команд соперника полностью. Значит, перед играми, в день игры уже освежаем память. И полностью, значит, медицинский арсенал у нас настроен на это все. Все болячки, все это убирается, ликвидируется на матч, обезболивает некоторых игроков. И с полными силами мы... Та полкоманды, которая была не настроена в предыдущей игре, к этой игре готова? Ну, вы знаете, это за них же не скажешь. Это было просто сказано игрокам, что и как. Как они смогут дальше пойти вместе со всеми или не смогут. Но это мы уже сделаем выводы. Ну и последний вопрос. Сезон, когда-никогда заканчивается, планы на следующий сезон. Что будет происходить с командой? Ну, предварительно сейчас уже ведутся переговоры с рядом игроков. Предварительно главный тренер Константин Владиславович Брянский ведет. Значит, есть уже несколько фамилий на примете. Хотелось бы оставить. Вы понимаете, у нас в принципе нельзя на сегодняшний день работать так, что вся команда ушла, новую набрал. Это опять будет шаг в никуда, в тупик. На фоне вот есть костя какой-то определенный. Пускай он уровнем где-то выше-ниже, неважно, это не казанский зенит, да? Но на нем, если сделать, сфокусировать вот эту вот сильную модель команды, можно показать хорошие результаты, красивый волейбол, чтобы зритель ходил. Вот стараемся вот в этом направлении сейчас двигаться. Это был волейбол на телеканале Самара ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова